Этого повода, правда, тебе скажу. Об одном стоит упомянуть еще дополнительно. Дело в том, что мяч потерял вновь Марсела Диас. Именно его обокрал в эпизоде, с которого эта атака у Германии и стартовала. Капитан этой сборной Юлиан Дракслер. Борьба на втором этаже. Мяч уходит за боковую линию от головы Матьеса Гинтера. Быстренько мяч возвращается на поле в экшен, в действие. Ну и пытаются вновь использовать весь потенциал Видали, очевидцы, при атаках. И, разумеется, Видалю удается одного-двух продавить. Но подстраховка работает у сборной Германии. На правом фланге обороны это был Шкодран Мустафи. Там в подкате мяч выбил в аут. И сейчас два мяча на поле. Нужно один выбить. Алекс Исанюш что-то делает. И в итоге Бассижур будет бросать. Кому в итоге? Ну, кого-то должен из ближайших партнеров он отыскать. Там Варгас открывается, ему и пас. Варгас лег. Далки, его мяч под удар Исли. Но в итоге Исли до мяча не набрался. Может быть, контратака сборной Германии. Там Юлиан Дракслин один слева. Хороший перевоз. И Вернер. Прошли не касание. Исла вернулся, успел, да? Так, Маурисию Исла. Еще раз говорю, пока что абсолютно лучший футболист в составе своей команды. Разумеется, речь про сборную Чили идет. Ну и заметь, как быстро разбежались вчетвером в контратаку футболисты немецкой сборной. Ну и передача была отличная на Вернера. Но заметно было, что потратить еще одно лишнее касание мяча бы он капитально лишился. А так, по крайней мере, удалось отпраздновать локальный успех в виде заработанного углового. Не, ну Исла красавец по занаве с первого тайма сначала в атаке поучаствовал около чужих ворот и успел добежать. Подача с левой ноги, с левого края. Там кому-то досталось по голове. Продолжается борьба. Мяч остается. Варгас выбил его, кстати, из своей штрафной площади. Ой-ой-ой-ой. И жесткое столкновение лежат два футболиста из разных команд, игрок сборной Германии. Галецко пытался прострел организовать справа. И въехал ему в ногу, или он сам ему въехал в ногу. Непонятная совершенно история. Но там, разумеется, кто же еще будет с мясом вытирать все возможные конечности. Разумеется, это Артур Видаль. Был как раз тем самым парнем, который накрывал Леона Горецкого. Еще, насколько я помню, Артур Видаль очень мстительный парень. То есть, если его ударить, он запомнит, и потом обязательно вернет. Игровая история совершенно. Пытался мяч выбить из-под ноги у Горецких Видаль. Попал в ногу сопернику. Больно, колени в колени, короче говоря. Вы сами понимаете, насколько это все болезненно. Но, тем не менее, поднялись, пообщались. Все в порядке, продолжаем. То есть, никакого злого умысла здесь не было. Да, и через мячом. Сейчас раскатывают свою атаку. Мяч на левом краю. Вперед, вперед. 39-я минута. Финал Кубка Конфедерации в России через Германию на СпортФМ. 1-0 впереди. Немецкая команда, которая продолжает спокойно, без мяча, дожидаться атак. Разборный череп. Да, Видаля прям сейчас так продавили, убрали от мяча, корпусом оттерли. А Видаль, как известно, крепкий парень, так просто его не сдвинешь. Но, тем не менее, получилось. Владение мячом. 62% учили, 38% у сборной Германии. Удары 12-3. А счет-то? Один удар всего лишь навсего в створ у немцев. И чем тот удар запомнился, я думаю, вы прекрасно знаете. Ну и сейчас небольшая конференция происходит на арене Санкт-Петербурга между арбитром Жаном Бассежуром и Йозу Акимихом. Но поговорили в том порядке, все выяснили, можно игру продолжать. Немцы забирают себе мяч, и сейчас будет пас на Марка Андрея Терштегина. Нет, на Рюдикера. Рюдикера сразу же прессингует, дальше передача налево. Уверенно обыгрывает Арангиста Хектор. Хорошая передача вперед на охот Тиму Вернера. Тут на углу штрафной слева располагается пас под удар назад. Ах, чуть-чуть тоже близко было. Штрафной практически по центру бил с правой ноги прицельно в ближний угол. Да, посмотрите. Нет, Браво здесь, конечно, контролировал и мог бы вытащить. Попади Дракслер в притирку со штангой, скорее всего. Если бы не произошел какой-то несчастный случай. Но, тем не менее, было опасно. Йохим Лев прямо вот уже был готов праздновать взятие Мороза. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это вот типичное выражение лица, когда вроде бы уже успех близок, а он от тебя медленно ускользает. Пять минут до конца первого тема. Чири Германия на спорт FM. 1-0 впереди немцы, которые проиграли борьбу на втором этаже. Мяч остается у Клаудио Браво. А немцы проиграли борьбу на втором этаже. Бывает. Бывает и такое. Действительно, ничего тут, в общем-то, сверхъестественного нет. Чилийцы тоже парни обученные и крепкие. Итак, мяч пересекает центральную линию. Дальше следует передача налево. И подкатывается под соперника. Но мяч остается у сборной Германии. Арбитр не мешает им проводить контр-атаку, но уже сперевернулся. Чилийцы. Там и Санчев вернулся. Пришлось задействовать оборону сейчас немецкой команде. Более того, даже Терштегена, который не стесняется под прессингом от Видали находиться. Пас вперед. Оборачивается потерей. Однако воспользоваться этим чилийцы пока не в состоянии. Серия потерь в центре поля остается. Мяч у сборной Германии. Перевод низом на левый краю.